МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. К прежнему графику. Детские сады Чувашии возобновляют свою работу в полном объеме. Решение приняли на оперативном штабе. Культурный обмен. Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова посетила Чувашию с рабочим визитом. Развитие детского здравоохранения. В городской детской больнице номер 2 завершается строительство нового корпуса инфекционного стационара. Чувашия может стать пилотным регионом развития высшего образования в сфере культуры и искусства. Сегодня в Чебоксарах с рабочим визитом находится заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Один из пунктов ее программы – Институт культуры и искусств. И это я! И это мы! Лучшие люди страны! Институт культуры на той творческий вуз здесь встречали гостей в лучших традициях. Практически с песнями и танцами, вернее, экспериментальным театром и дефиле чувашских национальных костюмов. За круглым столом обсудили ситуацию в культурном мире во время пандемии. Говорили и о будущем развитии отрасли. Например, о важности создания новых учреждений культуры в рамках нацпроекта. Отметили необходимость направлять молодых специалистов на село. По принципу земского доктора создать программу для работников культуры – земские работники культуры. Чувашия может стать пилотным регионом развития высшего образования в сфере культуры и искусства. Первый шаг к этому уже сделан. Сегодня соглашение о сотрудничестве подписали Чувашский государственный институт культуры и искусств и Краснодарский государственный институт культуры. Это значит, что наши республики смогут обмениваться студентами и преподавателями для получения нового опыта, реализовывать совместные научные проекты. Проведение совместных научно-творческих мероприятий послушает делу дальнейшего роста качества для наших высших учебных заведений. Благодаря за эту указанную честь, я думаю, что действительно это соглашение сыграет большую роль в нашем сотрудничестве и в развитии официального образования. Обмен опытом на этом не заканчивается. Ольга Ярилова сообщила, что Московская государственная консерватория возьмет наставничество над нашим вузом. Уже в следующем году в Чебоксары приедут столичные мастера и проведут серию мастер-классов. Мне кажется, это будет очень такая полезная и нужная история, прежде всего, для коллектива института, ну и, конечно же, тем ребятам, которые здесь обучаются. Сегодня же Ольга Ярилова и Олег Николаев обсудили возможность включения Чувашии в проект «Моя Россия». В его рамках российские школьники посещают самые красивые и интересные места регионов страны. Планируется уже со следующего года привезти в нашу республику детей из других регионов. Ольга Ярилова ознакомилась и с ходом реконструкции Чувашской государственной филармонии. В этом году на работы выделили 228 миллионов рублей, почти половина из которых из федерального бюджета. Реконструкцию планируют завершить к концу этого года. И город, и республика преображаются. Преображаются это совершенно очевидно. Жизнь здесь становится комфортнее. Наверное, регион сегодня становится одним из самых красивейших в Российской Федерации. И это старт для очень многих амбициозных проектов. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня же заместитель министра культуры России Ольга Ярилова и в Рио главы Чувашии Олег Николаев провели итоговое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономной области. Слоганом для празднования столетия образования Чувашской автономной области стало слово «Перле» вместе. Из-за сложной эпидемиологической ситуации многие события прошли в онлайн-формате либо были отложены. Однако в скором времени планируется проведение различных мероприятий и фестивалей. А в сентябре и октябре в Москве пройдут дни Чувашской культуры. 2021 год по указу Олега Николаева в Чувашии объявлен годом трудового подвига строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Ольга Ярилова отметила, что запланированы большие задачи и амбициозные проекты. И от лица министра культуры Российской Федерации поблагодарила всех, кто не жалеет времени, сил и средств для развития и процветания республики. Митрополит Чебоксарский Чувашский Савати прибыл к месту службы. Накануне вечером его встретили в аэропорту представители правительства Чувашии и пархиального управления и духовенства. Его высокопреосвященство находился в пути 18 часов, но несмотря на это был бодр и приветлив. Не только духовенство и православные верующие Чувашии находились в ожидании последнюю неделю. Встречи ждал и сам Владыка. Прибытие на новое место службы для него и возвращение на родину. И первое, и второе. И как домой, и как новое место службы. К второму надо привыкать. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что не стало с нами Владыки Варнавы. Знал Владыку достаточно хорошо и надеялся, что Господь ему даст времени послужить. Именно от Владыки Варнавы в 1989 году Савати в миру Сергий Антонов принял монашеский постриг. Был наместником Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах, затем епископом Аллатрским. Окончил Московскую духовную академию. Последние пять лет возглавлял новообразованную бурятскую митрополию. 25 августа решением Священного Синода Русской Православной Церкви назначен митрополитом Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии. Я очень рад оказаться в моей родной республике и поприветствовать вас всех. И хочется пожелать всем вам помощи Божией, мира в вашей семье. Чтобы в ваших семьях была любовь. Чтобы каждый занимался любимым делом. В общем, чтобы каждый испытывал чувство комфорта от своей жизни и никогда не забывал о Боге. Уже 5 сентября митрополит Чебоксарский и Чувашский саватий совершит всеночное бдение. А 6 сентября возглавят Божественную Литургию в Веденском кафедральном соборе. Елена Гальперина, Юрий Марков, Республика. Детские сады Чувашии готовятся возобновить свою работу в полном объеме. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильная. Роста заражения нет, несмотря на увеличение количества тестируемых, отметил министр здравоохранения Республики Владимир Степанов. Низкая заболеваемость, отмеченная среди детей. Это дает основания для возобновления работы детских садов в полном объеме, отметили участники заседания. Специалистами проведена оценка готовности детских дошкольных образовательных учреждений к возобновлению деятельности. Нарушение требований санитарного законодательства не выявлено. Учитывая низкую заболеваемость среди детей и необходимость проведения действительно организованных и прививок против гриппа и против других инфекций, направили предложение о возобновлении деятельности дошкольных образовательных организаций. Необходимость открытия дошкольных учреждений связана также с вакцинацией от гриппа. Тот же самый процесс вакцинации. Когда дети находятся в организованных коллективе, соответственно, медицинские работники провести вакцинацию более организованной и в кратчайшие сроки представляется больше возможностей. Тем самым мы охватим большее количество детей и сможем подготовить их к эпидсезону 2020-2021 года. Учитывая стабильную ситуацию, давайте будем выходить на такое решение, отметил в Рио глава республики Олег Николаев. Роспотребнадзор Чувашия считает также возможным открытие архивов и музеев. А вот с кинотеатрами и другими зрелищными объектами стоит повременить. Необходимо оценить их готовность к работе и определить, кто будет осуществлять контроль за соблюдением ими санитарно-эпидемиологических требований. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Приора столкнулась со школьным автобусом. Авария произошла сегодня утром в деревне Сетракасы в Маргаушском районе. Двое погибли. По данным ГИБДД, водитель школьного автобуса, выезжая с прилегающей дороги, совершил столкновение с приорой. В результате ДТП водитель легковушки оказался зажат в салоне своего авто. Он отвозил в школу двоих детей, 6 и 8 лет. 34-летний водитель Лада и его дочь скончались в больнице. Мальчик в тяжелом состоянии. По обстоятельствам происшествия проводится проверка, которая взята на контроль прокуратурой республики. В городской детской больнице номер 2 завершается строительство нового корпуса инфекционного стационара. Его обещают сдать в эксплуатацию уже через две недели. Чтобы привести детскую инфекционную больницу в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями и повысить качество и доступность медицинской помощи детям, реконструкции капремонта было недостаточно. Больница строилась давно, эксплуатировалась интенсивно, расширение было просто необходимо. В новом корпусе размещены боксированные палаты, душевые, лаборатории, процедурные и многое другое. Новое оборудование будет позволять делать до 200 анализов в час. Главное, что меня поразило, это то оборудование, которое сегодня здесь установлено. И если до этого врачи сталкивались, на мой взгляд, с самой серьезной проблемой, это своевременного и быстрого диагностирования инфекции у ребенка, и приходилось брать анализы, отсылать их в другое медицинское учреждение, в лабораторию, ждать получения этого анализа. Это то важнейшее время, потому что, когда речь идет о ребенке, важна каждая секунда. Пристрой нового корпуса произведен в рамках реализации регионального проекта развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры и оказание медицинской помощи детям, главной задачей которого является снижение младенческой смертности. Министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов отметил, что новое здание инфекционного стационара отвечает всем самым современным требованиям и на сегодняшний день является одним из лучших в Чувашии. Также в ближайшее время в республике планируется строительство взрослого инфекционного стационара. Ольга Семенова, Вадим Владимиров, Республика. Больше никакого запаха от бывших лагун в Лапсарах. На агрохолдинге Юрма решили экологическую проблему запаха в столице Чувашии, которая многие годы отравляла жизнь чебоксарцев и жителей соседних деревень. Раньше агрохолдинг Юрма в Чебоксарском районе был источником неприятного запаха. В марте 2020-го пять лагун полностью освобождены от органики, зачищены и обработаны дезинфицирующими средствами. Была, скажем так, социальная напряженность. И сегодня хочется выразить слава благодарности руководству, новому руководству, скажем так, этой птицефабрике, компании «Мегамикс», то, что они пришли и помогли, скажем так, прямо текстом решить нам эту проблему. Сегодня, как мы видим, здесь нет ничего, применяются абсолютно новые технологии компосирования. К тому же почва, в которую раньше с нарушениями сбрасывалась органика, сегодня рекультивирована. Эксплуатировать пометохранилище дальше не планируется. На Юрме сейчас используют другие технологии компостирования. Помет с птичников доставляется на площадку, обрабатывается с помощью фронтальных погрузчиков и укладывается в бурты. Затем его смешивают с органическими добавками, опилками, соломой и препаратами на основе ферментных бактерий, которые ускоряют созревание компоста. Бурты регулярно ворошат, контролируют их температуру и влажность. И через 14-25 дней получается экологически безопасное органическое удобрение «Юрмабиу», на которое получен сертификат соответствия. Мы больше не накапливаем большие объемы помета в нашем пометохранилище, а сразу весь наш помет, который образуется на птицефабрике, перевозим сюда, на нашу площадку. Изменения произошли и на самом производстве. На днях ввели в эксплуатацию второй этап увеличения холодильных мощностей. Суточная производительность – 36 тонн продукции в сутки. Температура в камере минус 30-32 градуса. Происходит шоковая заморозка. Тем самым продукт получается сочный и без обледенения. Вот процесс работы. Сейчас идет процесс пусконаладки. В планах агрохолдинга «Юрма» работа над качеством продукции. В том числе за счет внедрения второй очереди холодильных мощностей. Людей не хватало. Проблема объема мяса и упаковки своевременной. Теперь выравниваем мы этот процесс экологический. И плюс сейчас вы увидите холод, который нам позволит теперь не сутками замораживать, а 10 часов. Качество выпускаемой продукции и ее конкурентноспособность – сейчас приоритет холдинга «Юрма». Также руководство делает шаги для развития собственной розничной сети продаж. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Республика. В Чувашии 11 сентября откроется единый информационный центр. Он будет работать все три дня голосования по выборам главы Чувашии. В течение суток журналисты, блогеры, лидеры общественного мнения, члены общественных организаций, политологи и эксперты в режиме нон-стоп будут следить за ходом голосования на выборах главы Чувашии и депутатов в органы местного самоуправления. Разработана специальная программа, с помощью которой в режиме реального времени в центр будет стекаться вся актуальная информация о выборах. Количество досрочно проголосовавших, явка, предварительные результаты. Предполагается, что в его работе будут принимать участие члены избирательных комиссий, представители кандидатов, наблюдатели. В Чебоксары специально приедут федеральные эксперты, которые на месте дадут оценку проходящему процессу. При этом в ЦИК Чувашии подчеркивают, что единый информцентр не будет альтернативой программе «Газвыборы», которая является официальной юридической системой. Они будут друг друга дополнять. Идея, которая будет реализована, на мой взгляд, впервые на предстоящих выборах, как единый информационный центр, который будет работать в эти три дня, когда будет проходить голосование избирателей. В чем задача этого единого информационного центра? Ну, во-первых, создать максимальные удобные условия для журналистов, чтобы журналисты могли получить оперативно и удобно любую информацию, связанную с выборами. И, во-вторых, создать объективную картину всего того, что происходит на выборах главы Чувашской республики и выборах в органы местного управления. В Чувашии действуют 153 совета работающей молодежи. Это более 2,5 тысяч человек. С их представителями встретился кандидат на пост главы Чувашской республики Олег Николаев. Он выслушал проблемы молодого поколения и предложил пути решения. Встреча прошла в конференц-зале акционерного общества ЧАС, где каждый имел возможность высказаться. Советы работающей молодежи запустили конференциационный проект. Когда мы работаем со школьниками, мы Чапаевский завод, Нейлару. У нас системно они посещают. Участники мероприятия подготовили небольшую презентацию своих проектов. Рассказали о том, как обстоят дела с привлечением молодых кадров в промышленную сферу. Обсудили актуальные вопросы, экологию, политику, спорт. Олег Николаев принял приглашение поездить МОУ «Город-2020» и выразил готовность к сотрудничеству с молодыми объединениями. Есть моменты, на которые нужно нам совместно поработать. В любом случае, как молодежи, всем всегда нужна еще инфраструктура, где жить, где тратить заработанные деньги, куда вкладывать, куда детей, семьей ходить. Кандидат на пост главы Чувашии подчеркнул, что в программу развития республики на пять лет заложили конкретные задачи. Строительство новых спортивных сооружений, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Я хотел бы увидеть Чувашию через пять лет такой, что каждый житель Чувашии гордится, что он живет в Чувашии. Он вдохновляется тем, что живет в Чувашии. И делает все для того, чтобы в Чувашии было лучше завтра, чем сегодня. Олег Николаев отметил, что в ходе встречи вынес для себя несколько свежих идей. И поблагодарил молодежь республики за активность и неравнодушие. Инесса Потапова, Андрей Спиридонов, Республика. Десять дней осталось до выборов главы Чувашии. Вчера с избирателями встретился кандидат от партии пенсионеров Николай Степанов. Встреча прошла на родине политиков в селе Комсомольское. Николай Степанов рассказал о себе и представил предвыборную программу. Кандидат большое внимание уделяет проблемам пожилых людей, их пенсионному и социальному обеспечению. Он призывает современных руководителей всех уровней внимательно относиться к опыту людей старшего возраста. Активнее применять его в своей работе. Николай Степанов в случае своей победы обещает тщательно проверить финансовые и экономические показатели работы республиканских властей и местных администраций. Внедрить новую систему планирования. Разобраться с тем, что мешает развитию в данном районе бизнесу, насилию сельской местности. Разобраться с тем, что мешает и что сегодня, скажем, первоочередно нужно людям. Вода, дороги, социальные объекты и вместе, вместе с общественностью, с депутатами районного собрания конкретно расписал бы, что каждый год надо делать. Николай Степанов отметил, что встречи с избирателями стали возможны после перехода Чувашии на третий этап снятия ограничений. Центр избирком предоставил кандидатам список муниципальных помещений для проведения предвыборной агитации. Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября. На эту должность претендуют пять кандидатов. В Доме правительства наградили победителей и финалистов республиканского конкурса «Управленческая команда». Он был организован в начале года по инициативе в Рео главы Чувашии Олега Николаева. Великолепная пятерка. Так можно охарактеризовать победителей республиканского конкурса «Управленческая команда». Из 500 подавших заявки каждый пятый вышел в полуфинал. Он состоялся неделю назад. 100 активных и целеустремленных людей впервые встретились в очном этапе, где участвовали в мастер-классах, деловых играх, разрабатывали проекты и защищали их. По итогам этих испытаний эксперты выбрали пятерых победителей. Чтобы быть успешным, надо расти, учиться и развиваться. И именно таких ждут в правительстве и на предприятиях Чувашии. Победители и полуфиналисты получили дипломы и подарочные сертификаты на повышение квалификации в ведущих вузах республики. Они также будут включены в кадровый резерв Чувашии. У меня ряд проектов. В основном все они касаются сферы образования, профориентации и вообще выстраивания траектории от школы до предприятия. Для того, чтобы наши умные ребята не уезжали из республики, а понимали, какие здесь есть перспективы, могли бы себя реализовать. Например, ребята, которые у нас с 9 по 11 класс пишут проекты, они участвуют в хакатонах, которые мы проводим совместно с IT-компаниями, с промышленными компаниями, и они уже включаются в проекты. На площадке национального финала чемпионата WorldSkills Russia пройдет цифровой фестиваль профессий «Билет в будущее». Это новый формат, специально разработанный для проведения практических мероприятий проекта. Стартует фестиваль 6 сентября. Подробнее о его проведении узнавала Юлия Важенина. Посмотреть трансляции соревнований и работы настоящих профессионалов и задуматься о собственном выборе. В общем, принять участие в нацфинале и проекте «Билет в будущее» может школьник из любой точки России. Благодаря новому формату достаточно лишь включить трансляцию через платформу чемпионата с компьютера или смартфона. Как отметила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза молодых профессионалов Евгения Кожевникова, в онлайн формате «Билет в будущее» пройдет впервые. На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства. Возможно, кто-то из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта «Билет в будущее» и будет представлять свой регион на следующем финале. Школы в регионах станут площадками для уроков профессионального мастерства. Участников распределяют по компетенциям и возрастам. В каждом классе организуют видеоконференц-связь, и наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, дадут задания и проконтролируют их выполнение. Каждый участник сможет попробовать себя в четырех активностях. Записаться на цифровой фестиваль можно на сайте worldskills.online во вкладке «Активности для школьников». Кстати, пройти профориентационное мероприятие можно только на одном из двух ресурсов. Либо на WorldSkills.online, либо на платформе проекта «Билет в будущее». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Бахсиар Велиев, Республика. Это главные новости пятницы. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова